Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Рамы и Створения Святителя Анна Златоуса Научимся же, возлюбленные, презирать человеческие почести и не желать их. Мы почтены величайшей честью, сравнительно с которой почесть земная поистине бесчестие, смерть и шутовство, как и богатство земное, сравнительно с небесным убожество, и жизнь эта бестой смерть. Оставь, говорит Христос, мертвых погребать своих мертвецов, от Матфея 8, 22. Так и слава здешняя о сравнении с тою, стыд и смех. Не будем же гоняться за нею, если и те самые, которые воздают ее другим, ничтожные тени и сновидений, то тем более самая слава, слава человеческая, как цвет на траве. 1 Петра 1, 24. А что может быть ничтожнее цвета травного? 2 Петра 1, 24. Дающим различные приказания. Во сколько раз лучше быть свободным, нежели рабом? Свободным от рабства людям, а рабом владычества Божия. Наконец, если хочешь любить славу, люби, но славу бессмертную, потому что она и блистательнее, и пользы от нее больше. Люди вилят тебе угождать им с ущербом для тебя самого, а Христос, напротив, за каждое твое даяние воздает тебе сторицу, и к тому прилагает еще жизнь вечную. Что лучше, на земле ли быть прославляемым, или на небесах? От людей ли, или от Бога? Ты подай нуждающемуся, а не давай пляшущему, чтобы с деньгами не погубить тебе и души его. Через неуместную щедрость ты становишься виновником его погибели. Если бы плесуны знали, что их искусство останется без прибыли, то они давно перестали бы заниматься им. Но они видят, что ты рукоплещешь, бежишь к ним, ходишь в издержки и страчиваешь все достояние на них. Поэтому хотя бы и не хотели продолжать своего дела, увлекаются, однако же, желанием прибыли. Если бы они знали, что никто не станет хвалить их ремесла, то немедленно оставили бы свои труды, как неприбыльные. Но когда видят, что дело их служит для многих предметов предметом удивления, то похвала других делается для них приманкой. Оставим же бесполезные издержки. Мы научимся, на что и когда должно издерживать свое достояние, чтобы не прогневить нам Бога в обоих случаях, и собирая, откуда не следует, и расточая, на что не должно. Итак, если нам, требующим от тебя отчета, ты не имеешь ничего сказать, то как мы устоим, когда откроется то страшное и неумолимое судилище, на котором мы должны будем отдать отчет и в помыслах, и в делах, и во всем, какими очами возрим на судею, что скажем, чем оправдаемся, какое представим извинение, благовидное или неблаговидное, издержки ли, удовольствие ли, или гибель других, которых мы губим, поддерживая их ремесло. Ничего нельзя будет сказать, но неизбежно подвернемся казни, не имеющей конца, не знающей предела. Что бы этого ни случилось с нами, отсели будем всячески осторожны, и таким образом, по отшествии отсюда, с благою надеждою, мы достигнем вечных благ, которые и дополучим все мы благодатью человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и пресна, и во веки веков. Аминь. Боже, будь милый и грешний, затворивший нас Господи, помилуй нас. Вячеславися, пиши Господи, прости нас, грешний, помилуй и благослови. Аминь. С воскресением, Христов, Гаври. С воскресением, Христов, Гаври. Спасибо. 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 Спасибо.